Притяжательный падеж используется, чтобы показать, что кому-то что-то принадлежит. И в основном он используется с одушевленными существительными. Первым пунктом мы с вами рассмотрим существительные, которые употребляются в единственном числе. Например, the man's story – история человека. Мы пишем человек и к обладателю мы добавляем апостроф с. Если же существительное у нас стоит во множественном числе, то апостроф будет добавляться после с. Например, машина родителей. Родители употребляются во множественном числе, поэтому апостроф будет стоять уже после с. Однако здесь нужно помнить о том, что у нас есть некоторые исключения, когда множественное число существительных образовывается не по правилу, и во множественном числе с у них отсутствует. Например, child – children, man – man, woman – women. В таких ситуациях мы употребляем и апостроф, и с, но с мы ставим после него. Далее. Следующим пунктом мы рассмотрим притяжательный падеж сложных существительных. Сложные существительные – это существительные, которые состоят из нескольких слов. Например, теща – mother-in-law. В таких ситуациях апостроф и с будет добавляться к последнему слову. А теперь рассмотрим, как образуется притяжательный падеж у имен собственных. Здесь действует то же правило, что и в пункте 1. Добавляется апостроф с. И не обращаем внимания, на какую букву имя заканчивается. Всегда добавляем апостроф и с. А то очень многих людей смущает, если имя заканчивается на с, почему-то еще одну с добавлять не хотят. Надо. Добавляем. Например, есть женское имя – best. Ничего страшного, что там есть две с. Добавляем третью. Единственным исключением здесь могут быть знаменитости, у которых заканчиваются фамилии на с или на экс. Но они должны быть знаменитыми. Только в этом случае мы можем опустить последнюю с. Например, Обратите внимание теперь на вот эти два примера. Здесь, как вы видите, у нас уже два человека, которым что-то принадлежит. Однако, как вы можете заметить, в первом случае апостроф присутствует только у последнего человека, а во втором случае у обоих. В чем секрет? В том, что в первом случае комната у них одна. Мы видим room – одна комната. Она принадлежит обоим. Если у них комната общая, апостроф у них тоже один общий. И ставится он к последнему человеку. Во втором примере мы можем заметить, что комнат уже несколько, так как rooms – множественное число. Соответственно, у каждого из него, раз своя комната, у каждого из него свой апостроф. Также мы используем притяжательный падеж, когда хотим сказать, что мы находимся у кого-то в гостях. Например, at my friend's home. Причем само слово home или house может и отсутствовать. Но при этом мы понимаем, что мы у него в гостях. И подразумеваем, что это его дом. То же самое может происходить со словами office, или restaurant, shop, church. Очень часто с притяжательным падежом используются названия различных магазинов. Например, at the baker's. Можно дословно перевести «в гостях у пекаря». А на самом деле это пекарня или булочная. И таких названий очень много. Например, at the news agents – это киоск, где продаются журналы. At the chemists and so on. Помимо одушевленных существительных, притяжательный падеж может употребляться и с местоимениями. Вот некоторые примеры. Например, неопределенное местоимение somebody – кто-то. Мы же можем сказать «чей-то». Somebody's laptop – чей-то ноутбук. Или somebody else's laptop – еще чей-то ноутбук. Обращаем внимание, что апостроф с добавляется к последнему слову, как, в принципе, и с существительными. Each other's laptops – ноутбуки друг друга. Например, they took each other's laptops by mistake. Они взяли ноутбуки друг друга по ошибке. Как мы видим, притяжательный падеж в основном употребляется с одушевленными существительными, либо же с местоимениями, которые их замещают. Однако есть некоторые случаи, когда притяжательный падеж используется с неодушевленными существительными. Как правило, здесь речь идет о каких-то мерах исчисления. Например, про время, про стоимость, про длину или про вес. Например, однодневная работа. Этот вариант можно написать и без притяжательного падежа, но тоже соблюдая некоторые правила. Например, мы можем использовать дефис. Он абсолютно заменяет апостроф. И у нас получается work. Эти выражения абсолютно равнозначны. Ну, некоторым с дефисом проще использовать. Сюда можно отнести такие слова, как today, tomorrow, or yesterday. Например, yesterday's newspaper. Вчерашняя газета. Еще один вариант, когда мы используем притяжательный падеж с неодушевленными существительными, это с названиями городов. Например, New York's parks. Парки Нью-Йорка. Хоть с Нью-Йоркой это и неодушевленное, тем не менее, используется апостроф с. А также апостроф с можно использовать с некоторыми словами. Например, world, earth, sun, moon. В общем, некоторые слова, которые связаны с природой. Например, nature's laws. Законы природы.